В эфире ежедневный мониторинг происшествий, программа «Время Че» в студии Артем Кондратьев. Здравствуйте! Когда до трагедии рукой подать. Три случая падения детей из окон жилых домов произошло в Чите только на этой неделе. Аналогичный инцидент случился ровно год назад, когда полуторагодовалая девочка выпала с пятого этажа, опершись на москитную сетку. Тогда мама лишь на несколько секунд отвлеклась, но и этого хватило, чтобы ребенок совершил неосторожное движение. Трагедии этой недели произошли по тем же самым причинам. Два случая на территории железнодорожного района. Трехлетняя девочка упала с третьего этажа и семилетний мальчик упал со второго этажа. В обоих случаях дети находились на подоконнике без присмотра взрослых и выпали вместе с москитной сеткой. В третьем случае 12-летняя девочка упала со строящегося обректа, который не охраняется. Дети находятся в тяжелом, но стабильном состоянии в краевой детской больнице. Они в сознании, дышат сами и хирургическое вмешательство не требуется. В МВД отмечают, что трагических падений можно было бы и не допустить, если дети были под присмотром взрослых. Если одни родители оставляют своих детей без присмотра, то другие проявляют к ним такое жестокое внимание, что даже отец Гекельбери Фина на их фоне кажется невинным агнцем. Следователи завершили уголовное дело в отношении 45-летнего отца-мучителя из Карымского района. Мужчина обвиняется в истязании несовершеннолетних детей и других тяжких преступлениях, вплоть до угрозы убийством своим чадом. По нашим данным, за небольшие провинности он позволял себе систематически избивать как жену. При этом в ход шли буквально все бытовые предметы. Это и металлическая кочерга, и предметы мебели, стулья, табуреты. В один из дней, в 2017 году, он, скажем, за небольшую провинность намотал на шею своей жены металлическую цепь и попросту посадил ее на цепь, и в течение нескольких часов женщина вынуждена была сидеть на цепи, как собака. Своих детей заставлял убивать для употребления в пищу собак. В одном из случаев заставил, опять же, супругу и детей разделывать тушу, сбитой поездом коровы. И другие множества таких случаев, которые следователи собрали, все они были совершены в период с 2013 по 2016 годы. В ходе предварительного следствия мужчина частично признал свою вину. Кроме того, установлено, что оба родителя систематически злоупотребляют алкоголем. По инициативе следователей, дети изъяты из семьи и помещены в центр помощи. Решается вопрос о лишении родительских прав отца и матери. Позолотили ручки. Пограничники задержали пятерых забайкальцев, незаконно добывавших шлиховое золото между Нерчинским заводом и Уровскими ключами. У них было обнаружено 100 граммов драгоценного металла, стоимость которого, по предварительным оценкам, составляет около 200 тысяч рублей. Старатели рассказали, что добывали золото вместе, но пояснить, кому планировали продать желтый песок, отказались. Ко всему прочему, золотодобытчики были хорошо вооружены. В их машине были обнаружены травматический ПМ, переделанный в боевой и ружье ИШ без документов. Пресс-служба ФСБ по краю отмечает, что с начала 2017 года пограничники четырежды изымали из незаконного оборота золото. Стоимость драгоценного металла, который удалось обратить в доход государства, составила около 4,5 миллионов рублей. Гостеприимство по-забайкальски. В Приоргунске трое грабителей напали на жителя Амурской области, избили его и отобрали дорогой телефон и документы. По ориентировке нападавших в скором времени удалось задержать патрулю Росгвардии. Задержанные оказались ранее судимыми, один даже не имел постоянного места жительства. Возбуждено уголовное дело. Отнятые вещи возвращены гостью из Амурской области. Полиция ищет 15-летнюю Дашу Шабалову. Девушка ушла из дома и не вернулась. При себе имеет рюкзак черно-синего цвета и мобильный телефон. По имеющейся информации, находится в чите. Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по указанным телефонам. А на сегодня это все новости. До встречи в следующем выпуске. До свидания и берегите себя.